В итоге 20 февраля послезавтра состоится беседа, на которую я вынуждена в связи с угрозами не пойду, а 28 февраля предварительно в 14.00 будет открытое судебное заседание. Человек расценивает данную повестку еще одной попыткой со стороны суда сорвать судебное заседание, оказать давление на человека и устроить провокацию на беседе, куда пустят только одного человека. 20 февраля в 17.10 в кабинет 515. В общем, мы пришли к выводу, что на эту беседу мне одному ни в коем случае нельзя ходить. Вылез, изъявляя, приказываю, распоряжаюсь, поручаю и требую провести собеседование 20.02 в кабинете 515 в вынужденном отсутствии административного лица, вынести определение на назначение открытого судебного заседания по делу и выслать определение на электронный адрес человека, разместить определение в разделе «Документы по делу в системе Газправосудия». Все, все данные у вас есть. Пожалуйста, беседуйте там. Сколько у вас там будет? Судья, секретарь и два ответчика или их представителя. Вот вас там четверо. Пожалуйста, беседуйте сами между собой. Мне с вами разговаривать не о чем. Всем привет! Сегодня у нас свое видео по поводу суда над прокурорами по второму кругу. Напомню, 28 января 2020 года окружная апелляционная коллегия отменила в полном объеме решение должностного лица в Черном Антии Шестобитов Олег Викторович. Это прецедент ХМАО. Насколько мне известно, ни разу за всю историю иск к прокуратуре города Сургут не был ни разу отменен в полном объеме в операционной инстанции ХМАО. Об этом можете посмотреть в данном видео на странице Сургутнадзор в поиске. Набивайте фиаско, слово. Дело вернулось в Сургутский городской суд, назначено новому судья Чех Геннадий Викторович. И это несмотря на все саботажи со всех сторон. Все мои 19 ходатайств, это 308 страниц, завернули. Шесть из них председатель суда Кузнецов рассмотрел как простые обращения. Семь из них заместитель председателя суда Шерстнев тоже рассмотрел как простые обращения. И шесть ходатайств Шерстобитов, в том числе и мои объяснения, отказал в рассмотрении. Я к этому видео прикреплю большой архив с большим количеством документов. Вот они все. Это лишь малая часть той переписки, которую я ввел судом. Плюс я тут приложил все свои ходатайства. Почти все. Тут вы найдете и незаконное решение Шерстобитова. Первую мою апелляцию вслепую. И вторую апелляцию, которая тоже написана вслепую, без ознакомления с материалами дела. Отписки Кузнецова, Шерстнева. Само апелляционное определение с полной отменой решения Шерстобитова. И протокол заседания, который мне недавно прислали. Который они готовили 78 дней. Дело они урезали до 408 листов. Хотя, по идее, если бы они удовлетворили все мои 19 ходатайств. И истребовали все необходимые доказательства по делу. То дело должно было бы состоять из 2500 страниц. Это примерно в два раза больше, чем вот здесь на картинке. Меня не ознакомили с материалами дела. Ни одного документа я из материалов дела не видел. Шерстобитов 14 дней не высылал решения. Хотя, по закону, в течение пяти суток должны были выслать и ознакомить под роспись. Мне пришлось сделать более 150 звонков. Вот здесь часть этих звонков. Вот в этих видео. Это я в прямом эфире звонил во все инстанции. С требованием предоставить мне доступ к материалам дела, либо ознакомить с ними. Далее, на самом суде заседания помощник прокурора Ширяева придумал свой собственный закон о закрытом режиме. То, что второе заседание в первой инстанции было переведено в закрытый режим, незаконно подтвердило апелляционная инстанция. Данный факт подтверждает судебная коллегия. Судебная коллегия не нашла оснований, предусмотренных частью 2 статьи 11 КАС, для рассмотрения дела в закрытом заседании. По незаконному определению Шерстобитова, приставы начали скидывать женщин со скамеек. Выгнали всех. От меня тоже требовали выйти и выключить все телефоны. Я, естественно, вышел после такого беспредела. Я не собирался там один на один с ними оставаться. Председатель суда Кузнецов и его зам Шерстнев рассмотрели мои ходатайства как простые обращения. Об этом уже говорил. Когда мы пришли ознакомиться с материалами дела, для нас закрыли 4 из 5 этажей сургутского суда. И дальше в первые этажи они не пускали. Апелляция написана вслепую, без ознакомления с материалами дела. Ну и многое другое. Всего уже не помните. В общем, 6 февраля дело вернулось в Сургут, отмененное полностью. И 11 февраля мне позвонили из Сургутского городского суда и пригласили на некую беседу. Я, естественно, затребовал, чтобы мне данное приглашение оформили письменно и прислали определение. Это я сделал в устном разговоре с помощником суди и тут же направил через Газправосудие затреб, чтобы требовать предоставить определение о назначении беседы. Через 2 дня я получил письмо от председателя суда Кузнецова, где он сообщает, что к делу первой инстанции прикреплен протокол судебного заседания. То есть они его в 78 дней сочиняли. Зайдя на сайт Газправосудия, я увидел, что мне предоставлен доступ к делу по второму кругу. Вот оно, Чех Геннадий. И тут в документах по делу есть определение о принятии административного иска заявления к рассмотрению. В данном определении говорится о том, что меня приглашают на беседу 20 февраля в 17.10 кабинет 515 профсоюзов 37. Я позвонил секретарю судьи, она мне сказала, что на данную беседу пропустят только меня. А якобы по итогам данной беседы будет назначено судебное заседание на 28 февраля в 14.00. Чуть позже то же самое определение, в ней пришло заказным письмом на почту, я его получил. Тут стоит роспись, якобы и печать. Плюс к этому письму была приложена некая судебная повестка по административному делу. То есть меня приглашают непонятно на что, то ли на судебное заседание, то ли на беседу. Но судя по дате и времени и номеру кабинету, которая совпадает с датой, временем и кабинетом беседы. То есть меня вот эта повестка приглашает на беседу. И при этом угрожает в случае неявки судебного заседания без уважительных причин налагается судебный штраф. Согласно части 3 статьи 150 КСРФ. Однако в статье 150 КСРФ слово беседа вообще отсутствует. Здесь говорится о штрафе за неявку на судебное заседание. То есть они мне по сути хотят устроить закрытое собеседование, где я буду присутствовать только один. Ну соответственно я расценивал это как провокацию, а вот эту приписку как угрозу. Расцениваю и считаю данную повестку еще одной попыткой со стороны суда сорвать судебное заседание и оказать давление на меня. Давайте посмотрим как Шестобитов приглашал. Вот такое же определение назначения судебного заседания от 31 октября 2019 года. Здесь он сразу пишет, что подготовка к судебному заседанию назначена на 14.00, а судебное заседание на 14.15. В тот же день, но на 15 минут позже. Все, мы где-то в час по-моему, а нет, мы в 2 часа пришли и на самом деле в тот день никакого собеседования не было и никакой подготовки не было. Хотя мы там были все это время. А здесь они разделили сначала беседа, куда только меня пустят, а потом только по результатам судебное заседание. И опять же они пишут открытое или закрытое, то есть они могут еще и закрытый режим перевести запросто. В общем, мы пришли к выводу, что на эту беседу мне одному ни в коем случае нельзя ходить. А чтобы пройти туда хотя бы с двумя очевидцами, мне необходимо оформить доверие центрально, как минимум на двух человек. И у них обязательно должно быть юридическое образование. Об этом сказано в определении представителя административного СА. Имеет при себе документы, подтверждающие наличие у них высшего юридического образования, а также подтверждающие полномочия в соответствии с статьей 56-57 КСРФ. А так как Шерстабитов уже заявлял, что якобы в материалах дела содержатся сведения, составляющие некую тайну, то они, скорее всего, потребуют, чтобы мои доверенные были со статусом адвоката. Потому что только адвокат имеет право, имеет доступ к секретным материалам. И что я сделал, я подготовил 16 ходатайств и отправил их все через ГАЗ правосудия. Вот они все здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. И все они зарегистрированы уже. 16 числа, два дня назад я их отправил. Ну и в догонку я им отправил документ в воле заявления, где сообщает, что 14.02 человек по почте получил заказное письмо, в котором была некая судебная повестка и определение от 7 февраля за подписью Чех Геннадий Викторович. Чех в своем определении сообщает, назначит подготовку к административному отделу, к судебному разбирательству, в ходе которой пригласить административного истца на беседу 20 февраля в 17.10, кабинет 515. Человек позвонил по телефону 778-144. Помощник суди Гассина Татьяна Леонидовна пояснила, что на беседу пропустят только истца. Запись звонка размещена на странице Сургуднадзор в ВКонтакте. Вот здесь два звонка. Данный факт подтверждает и Чех в своем определении. Представитель административного истца имеет при себе документы, подтверждающие наличие у них высшего юридического образования, а также подтверждающие полномочия. В связи с тем, что в судебное заседание 28 ноября было незаконно переведено в закрытый режим, и судебные приставы скидывали женщин со скамеек, требовали от истца выключить телефоны и выйти из кабинета, человек, опасаясь за свою свободу, здоровье и жизнь, был вынужден выйти из зала. Далее, 3 декабря и 9 декабря 2019 человек дважды пытался ознакомиться с материалами дела в присутствии своих двух доверенных. Однако начальник отдела гражданского судопроизводства, сторожева Екатерина Владимировна, отказала в ознакомлении с материалами дела и заявила, что это можно сделать только в присутствии двух неизвестных мужчин в черной форме, без опознавательных знаков, а доверенным истца необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие у них высшего юридического образования, а также нотариально заверенные доверенности, и ввиду якобы наличия в деле данных, представляющих тайну, охраняемую законом, необходим еще и статус адвоката. О как! Все эти разговоры есть на аудиозаписи. Вот первый раз мы ходили ознакомиться с материалами дела, нас не ознакомили, отказали. А вот второй раз. Человек не доверяет Сургутскому городскому суду, судьи которого выносят заведомо незаконные решения, переводят заседание в закрытый режим и не доверяют судебным приставам, которые скидывают женщин со скамеек и затирают свои нагрудные знаки до блеска. Вот значок. Затерт до блеска. Ничего невозможно прочитать. Это чтобы на них невозможно было пожаловаться. Удостоверение не показывает, имя, отчество, фамилию не называют. Ну, то есть, скрывает все свои данные полностью. Чтобы на них невозможно было пожаловаться. У человека на данный момент нет денежных средств, примерно 46 тысяч рублей на двоих адвокатов, очевидцев и на две нотариальные доверенности, чтобы хоть как-то обезопасить свое присутствие на беседе 20 февраля. В то же время, в некой судебной повестке по административному делу за подписью секретаря судебного заседания Ганиева ГФ сообщается, что Сургуйский городской суд вызывает вас в качестве административного истца 17.10.20 февраля, зал судебных заседаний 515, судья Чех. Суд предлагает сторонам предоставить все им имеющиеся доказательства по делу. Я их уже предоставил. Вот они все, отправлены. Что им еще нужно, я не знаю. При этом Ганиева делает приписку в виде в случае неявки судебного заседания без уважительной причины Обратите внимание, в случае неявки на судебное заседание приглашает на беседу. Налагается штраф. Ганиева приглашает согласно определению Чех на беседу и при этом угрожает санкциями за неявку на судебное заседание. Законодательством не предусмотрена ответственность за неявку на собеседование беседу. В статье 150 КАС РФ вообще нет слов беседа и собеседования. Человек расценивает данную повестку еще одной попыткой со стороны суда сорвать судебное заседание, оказать давление на человека и устроить провокацию на беседе, куда пустят только одного человека. 20 февраля в 17.10 в кабинет 515. Ранее 16.02 человек направил 15 ходатайств требований, в том числе объяснение через систему Газправосудия. Приложил скриншот. Ну я вот показывал, все зарегистрировал. Вся необходимая информация, документы и данные предоставленные Сургутский городской суд в виде иска и 15 ходатайств требований. Все необходимые доказательства по делу, документы, подтверждающие обстоятельства, на которые естественно основывали свои требования, предоставлены исцом в ходе первоначального рассмотрения данного дела судьей Сургутского городского суда Шерстобитовым ОВ, что в полном объеме подтверждает апелляционное определение судебной коллегии по административным делам от 28.01.2020 года. В связи с поступившими угрозами, в связи с наличием угрозы для свободы, здоровья и жизни на основании изложенного, вылезивляя, приказывая, распоряжаясь, поручая и требуя провести собеседование 20.02 в кабинете 515 в вынужденном отсутствии административного исца, вынести определение на назначение открытого судебного заседания по делу и выслать определение на электронный адрес человека, разместить определение в разделе «Документы по делу в системе Газправосудия». Ну и сделаем приписку, что от участия в открытом судебном заседании не отказываюсь. Вот сама повестка о приглашении на беседу и с угрозой наложения штрафа за неявку на судебном заседании. Само определение Чеха и апелляционное определение. А этот скриншот о том, что отправил Сеха до ТАСТ. Все, все данные у вас есть. Пожалуйста, беседуйте там. Сколько у вас там будет? Судья, секретарь и два ответчика или их представителя. Вот у вас там четверо. Пожалуйста, беседуйте сами между собой. Мне с вами разговаривать не о чем. У меня цель – это признать ваши действия незаконными через суд в открытом судебном заседании. Будем разговаривать при всех. Кстати, эти 15 ходатайств я не мог отправить два дня. Постоянно выдавал ошибку. Ни одно ходатайство не мог отправить. Что я сделал? Я написал во всех официальных источниках, у себя на странице, во всех чатах и в Телеграм на канале Сургутнадзор. Народ, у кого есть аккаунт на госслугах, надо проверить одну штуку, созвонимся по скайпу, покажете свой экран, я не смогу ничем управлять, и надо будет пару действий сделать с целью проверить работоспособность системы. Есть подозрение, что Газправосудие поломалось только для меня. Не могу отправить ни одного обращения по суду против прокуроров. Напишите в личку. Делов на 5 минут максимум. Нашлось несколько человек, и как только мы начали проверять, выяснилось, что все работает. При этом два дня вот этот телефон безоплатный техподдержки Газправосудия был отключен, прям как и говорилось. Телефон временно заблокирован. Вызываемый номер, временно заблокирован. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. The number is not available at the moment. Please try again later. Мне вот так все время отвечает, и до сих пор этот телефон недоступен. Однако, как только я написал данное сообщение, и мы начали проверять, сразу все заработало. Народ там начал приказываться, что товарищ майор следит за той ситуацией, и сразу все чинит. Есть еще одна небольшая хитрость. Через Газправосудия отправил. Я еще зашел сюда, на сайт Сургутского городского суда, и через вот это обращение граждан, тоже им 15 вот этих своих ходатайцев, 16 точнее, отправил. И плюс еще продублировал по электронной почте. То есть тремя путями отправил им 16 ходатайцев. В итоге 20 февраля, послезавтра, состоится беседа, на которую я вынужден, в связи с угрозами, не пойду. А 28 февраля предварительно, в 14.00, будет открытое судебное заседание. Это предварительная информация. Послезавтра они должны провести беседу, и вынести определение, которое мне должны выслать на электронную почту. Как только оно будет, оно и получено. Я сразу озвучиваю информацию о том, что судебное заседание состоится тогда-то. Они могут поменять дату и время. В общем, следите за новостями. Всем благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok